Дочь, погибшая от обрушения железного купола Гаухар Ахмеджановой, считает, что дело должно быть на слуху для того, чтобы предотвратить повторение трагедии. По словам Жулдыз, на днях с ней связался арендатор крыши и собственник того самого металлического сооружения, которое предназначалось для свиданий. Та сторона передала свои извинения, и она как бы признается в свою вину. Я бы хотела, чтобы к этому серьезнее относились, чтобы впредь такого не повторялась. Не оставляйте это дело, пожалуйста, потому что там по цепочке надо всех поднять, так нельзя, чтобы один человек отвечал. Люди должны знать, что у них на кругле происходит. Вообще люди должны знать, город должен знать, что происходит. Столица, наверное, самый ветреный город в Казахстане, и горожане часто сталкиваются с кусками слетевшего облицовочного покрытия или фрагментами кровли и рекламных сооружений. По словам специалиста управления жилищной инспекции при Акимате столицы Ильяса Омарова, если дело касается жилого дома, то в ответе за такие ЧП глава обслуживающей организации КСК, ОСИ и прочее. Есть определенные периоды технического осмотра общего имущества. Это в осенне-зимний период, где председатель совместно с Советом дома должен обходить общее имущество, составлять инвентарный перечень, указывать состояние каждого элемента и, соответственно, на следующий год составлять смету расходов. Но не все так просто. В случае с новостройками во время периода гарантии ответственность несет строительная компания. Он по закону определяется от двух до десяти лет. В Акимате нас также заверили, что все здания в городе строятся с учетом геологических и климатических показателей. Проектная документация не разрабатывается одинаково везде. Там учатся такие моменты, как нагрузки, воздействия, ветра, дожди, снега, а также геология. Она обязательно пройдет экспертизу государственную. До шести этажей проходит частная экспертиза, после шести этажей предусмотрена уже государственная экспертиза. Стройки, которых в Нур-Султане просто несметное количество, еще один источник опасности для горожан. Если несчастный случай произошел с кем-то еще на этапе возведения здания, вся ответственность ложится на плечи застройщика, подрядчика, субподрядчика. Это уже устанавливается следствием. По словам специалиста по технике безопасности Нурбулата Токсанова, существует ряд простых, но в то же время важных правил, которые могут обезопасить прохожих. При строительстве ограждения необходимо учитывать, самое главное, безопасность как строителей, так и лес, которые будут проходить мимо этого ограждения. Ограждение должно быть высотой более 2,5 метров, и над каждым ограждением должен быть козырек. Козырек должен закрывать всю площадь тротуара не менее 1,5-2 метров. А теперь немного о реальном положении дел. Наверняка вчера практически каждому жителю столицы пришло сообщение о ДЧС о том, что сегодня ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. И что мы видим? Одна из столичных строек. И на краю будущей крыши с одной стороны лежат деревянные балки, с другой стороны металлические трубы. И что-то мне подсказывает, что при сильном ветре эти строительные материалы абсолютно легко могут приземлиться на наши с вами головы. Но это уж совсем другая история, верно? Пока не приземлились же. Сабина Тургаева, Тимирлан Нуртаза. Специально для студии 7. Сабина Тургаева, Тимирлан Нуртаза. Специально для студии 7.